Добрый день! Это мультиформат и Федерал Пресс. Сегодня паблик-ток в студии Оксаны Дякина. Мы поговорим на важную актуальную тему – домашнего насилия. В средствах массовой информации недавно появились данные о том, что в период самоизоляции в России выросло число случаев домашнего насилия. Но депутаты Государственной Думы обратились к Генеральному прокурору Российской Федерации признать эту информацию фейком. У них нет доказательств, что домашнее насилие и самоизоляция как-то связаны. Сегодня мы поговорим с уважаемыми экспертами о том, имеется ли все-таки связь между домашним насилием и самоизоляцией, и как вообще решить эту проблему в нашей стране, ну и в мире тоже. Сегодня у нас в студии эксперт Лиги здоровья нации, известный психолог, писатель и участница многих телевизионных проектов Анета Орлова, а также депутат Государственной Думы Николай Георгиевич Зимцов. В средствах массовой информации появились данные о том, что в период самоизоляции выросло число случаев домашнего насилия. Вы как эксперт, который сталкивается с подобными проблемами, согласны ли с этим утверждением или не согласны? К великому сожалению, вот эта ситуация, она присутствует. И здесь очень многие женщины, которые ранее обращались ко мне с темой, как наладить отношения с мужем, как найти баланс, как справиться с ситуациями, когда дома конфликт и напряжение. В общем-то, они очень много сейчас обращаются с тем, что они просто хотят дожить до конца карантина, пойти в ЗАГС и просто развестись. И когда начинаю спрашивать, что происходит, в общем-то, происходят такие метаморфозы. Даже те мужчины, которые, в принципе, понимали, что они страдают вспышками гнева и всегда старались контролировать свои эмоциональные состояния. То есть не те, кто являлся такими абьюзерами-абьюзерами, которые сейчас просто чувствуют себя очень хорошо, потому что вот самоизоляция позволяет жертву отрезать от внешнего мира. А даже те мужчины, которые понимали всю сложность своей нервной системы, своих реакций, в ситуации самоизоляции они не могут себя контролировать, и, к сожалению, насилия становится больше. У кого-то это ситуативно, у кого-то это постоянно происходит. Кто-то подвергается постоянному физическому и психическому давлению и не знает, что с этим делать, потому что сейчас вот эта вот исключенность из социальных связей создает для агрессора очень комфортные условия для того, чтобы проявлять свои обостренные черты характера. Надо быть честными, да, ведь агрессия физическая, она больше со стороны мужчин, и страшные последствия больше со стороны мужчин. Но мы не должны с вами исключать, что очень много фактов проявления женской агрессии. Просто женская агрессия, она вербальная, она речевая, и ее тоже очень много. И мы говорим о том, что мужчины чаще проявляют агрессию, например, к сыновьям, но женщины порой совсем не уступают в том, как проявлять ту же самую агрессию только по отношению к своим детям. Поэтому вот эта самоизоляция, вот этот дискомфорт, постоянный стресс, более того, вот это ощущение хаоса, который возникает у людей, потому что и работа, и дом, все это в одном пространстве. Каким образом это упорядочить, каким образом всему найти время, это достаточно сложно. И тут люди будут сталкиваться с тем, что они будут понимать, что они раньше жили с человеком, но они не знали его характер. И вот в этой ситуации, на ограниченном пространстве, в условиях достаточно стрессовых, с большим объемом негативной информации, которая поступает извне, с высоким уровнем неопределенности, потому что, да, очень много неопределенности в связи с ковидом. Вот в этой ситуации вдруг начинают понимать, что партнер, с ним очень сложно быть в команде. И приходится преодолевать этот трудный период не благодаря совместности, как команда. Да, вот говорят же, я с тобой в разведку помог бы пойти, а с тобой не пойду. Вот очень многие партнеры сейчас, они понимают, что вот я выбрал того человека, вот с этим можно идти в разведку. А кто-то понимает, я выбрал не того человека, вот с этим человеком в разведку идти нельзя. Есть, по сути дела, два взгляда на семью. Вот один взгляд, это взгляд традиционный, с которым мы выросли, вы, я, где есть мамы, папы, бабушки, дедушки, дети, где есть внутрисемейная иерархия, нельзя обижать старших, надо слушаться маму и папу. Есть какие-то неписанные законы вот этого семейных таких сообществ. Вот. А есть альтернативный взгляд на развитие семейного законодательства, который представлен Европой. Поскольку мы в части некоторых наших коллег копируем Европу, и все это сюда заносится, вот эта зараза европейская, заносится в виде взглядов, каких-то поправок к законам. Мы пытаемся следовать вот в русле вот этого европейского законодательства, поэтому вот этот семейно-бытовое насилие, этот термин пытаются нам внедрить искусственно в наши семьи. Для чего это делается? Для того, чтобы в конечном счете дети почувствовали свои права и могли жаловаться на родителей. Такие паблики морозовые, чтобы у нас в каждой семье осознали вдруг свои права и том, что они могут, значит, ими воспользоваться, оспорив, значит, закономерность каких-то действий родителей. Жена, супруги, институт супружества тоже по европейскому вот этому взгляду на жизнь, он, значит, поскольку там феминистки правят бал, вот внедряется такой взгляд на то, что все женщины постоянно их бьют. Их бьют, поэтому публикуют фотографии с синяками избитых женщин. Более того, они сами себе эти синяки молюют и говорят, что давайте вот мы привлекаем внимание к тому, как женщин унижают, оскорбляют. И формируется взгляд на то, что надо женщин защитить. От кого? От мужчин. То есть исчезает такое понятие, как гражданин, то есть бесполое, да, то есть я гражданин, вы гражданка, но у нас одинаковые с вами права, да. И возникает у женщины и мужчины как два совершенно конфликтующих лагеря. Насколько вообще, если брать в целом как глобальное явление, могут быть связаны самоизоляция и домашнее насилие? Почему происходит рост случаев домашнего насилия? Ну, ситуация самоизоляции является очень большим стрессом для всех, потому что последние годы очень сильно декларировалась культура впечатлений, удовольствий, и люди привыкли к тому, что надо много-много-много работать для того, чтобы много-много потреблять. И очень многие люди оказались не готовы к тому, чтобы столкнуться вот с таким жестким ограничением. Начнем с того, что самоизоляция – это логический стресс, не только психологический. Как минимум мы не двигаемся так, как привыкли двигаться. А отсутствие движения – это стресс для организма, потому что потребность двигаться, она заложена в природе. Во-вторых, у нас нет возможности перемещаться, что тоже является проблемой, потому что очень многие семьи, они когда сталкивались с трудностями, с какими-то проблемами, с конфликтами, например, с утра встали, повздорили. Что происходило в таких семьях? У каждого из членов семьи были свои способы компенсации. Например, у мужчины это какая-то там конкурирующая другая совершенно жизнь, деятельность, он уходил на работу и занимался работой. И вот то напряжение, которое возникало в паре, вот тот разговор, который вызвал бурю эмоций. Вот, в общем-то, человек уходил на работу, там он занимался другими делами, там он уставал, там он выбрасывал какие-то свои эмоциональные переживания, потом он шел в спортзал. Очень часто мужчины, которые склонны к агрессии, понимают, что это им мешает, они много занимаются спортом, потому что физические нагрузки снижают, да, вот эту агрессивность. И в результате человек приходил уже домой, он уже был более адекватный. И то же самое жена, то же самое там подруга, она тоже занималась целый день своей какой-то жизнью, и к вечеру вот тот конфликт, который был с утра, он уже не столь заряжен эмоционально. А сейчас уйти некуда, а сейчас люди ругаются и находятся в одном пространстве. Вот этот агрессивный потенциал, он усиливается. Если нас с вами, вот меня и вас запереть в одной комнате, да, и исследовать, как мы себя ведем на протяжении трех месяцев, да, то совершенно точно, что мы будем испытывать стресс с вами, да, потому что для нас это непривычно. Наши семьи сейчас оказались в не самой лучшей ситуации. Им тяжело, они не могут вести привычный образ жизни, они мало гуляют, им приходится видеть друг друга гораздо больше, чем они привыкли. Здесь приходится, значит, как-то искать какие-то компромиссы, и, так сказать, там делать зарядку, когда ты, так сказать, привык в это время уходить в школу. Школьники плачут, верните нам эту школу, мы теперь понимаем, как нам хочется ходить в эту школу, мы хотим одноклассников. Это стресс. Еще раз повторяю, я разговаривал с врачами, 30% неврозов просто на фоне той информации, которая льется на них из средств массовой информации, из наших телевизоров. Вот, это неважно. Вы знаете, что если человек находится в состоянии паники, его иммунитет падает. А если он в унынии, и у него упал дух, это просто самоубийство. Это человек, его иммунная система начинает разрушаться. Поэтому, каким, что является лекарством? Наоборот, как бы сказать, да, позитив, успокоение, как бы сказать, какие-то перспективы хорошие. Но если всем будут говорить, присмотритесь к вашему спутнику, не было ли преодоления, не перешел ли он, может быть, вы позвоните, предупредите, мы сейчас пришлем полицию, и она быстро, значит, решит ваши проблемы. Друзья мои, она не решит ваши проблемы, она разлучит вас с вашим любимым человеком, или создает ситуацию, когда вы не сможете больше примириться. Никогда. Потому что, вы знаете, что в семейной какой-то ссоре привлекать третью сторону, это гарантированно, значит, одна из сторон воспримет это как предательство, да, потому что одно дело, милые бронятся, тешутся, да, у нас много пословиц из семейной жизни. А вот когда приходят неизвестные люди, полицейские, которые, конечно же, не разберутся в этой, значит, ситуации, в нюансах, в тонкостях. С точки зрения, что российские женщины часто подвержены такому экономическому домашнему насилию, то есть они вынуждены терпеть агрессию мужчин, потому что у них, например, нет своего жилья, нет возможности самостоятельно содержать ребенка. Это так? Да, это абсолютная правда. Большинство женщин, которые терпят дома насилие, они действительно испытывают очень серьезные социальные, экономические трудности. Вот здесь я бы сказала бы так, что один блок это экономический и жилищный, но есть второй блок. Агрессор, он ведь еще планомерно, планомерно, что делает? На первых этапах он обычно создает очень хорошую картинку для женщины. То есть на первых этапах она видит любовь, заботу, вовлеченность. И как раз на этих первых этапах, когда она не замечает, что он агрессивен к убийцам, что он плохо относится к предыдущей женщине, и та ушла, потому что он ей сломал нос, или потому что он ее ударил, что его мама боится его и всегда со всем соглашается. Вот на эти факты женщина не обращает внимания. Через некоторое время она понимает, что он недоволен, что она общается с друзьями. Через некоторое время она понимает, что он раздражается, если она общается с родителями. И рекомендует не работать, потому что работа не приносит особых каких-то там дивидендов. Либо она работает, но ей говорит, ты работай, но ты не должна дома быть уставшей. Вот сколько бы ты ни работала, меня это не волнует. Дома ты должна быть такой, как будто бы ты не работала, или мне твоя работа не нужна. В результате, чаще все-таки женщина в какой-то момент не может выстраивать карьеру, иметь нормальную, адекватную самореализацию, если она живет с таким человеком. И постепенно, кстати говоря, и квартирные вопросы такие люди решают очень умно, во всяком случае в Москве, стараются оформить на свою маму, на своего папы, то есть придумывают разные схемы, при которых жертва, то есть жена, она в случае, если она решит разводиться, то у нее ничего нет, она ни на что не может претендовать. У нее есть только дети, и когда ей начинают еще угрожать, что детей мы заберем. И вот в этой ситуации, когда у женщины нет работы, потерян круг общения, к тому времени у нее уже полное разрушение самооценки, потому что такие женщины часто в какой-то момент, обращаясь к психологу, говорят, я не понимаю, что происходит, я не понимаю, вот это правильно или неправильно, я не понимаю. И это тоже сигнал о том, что женщина сталкивалась с такими странными моментами, когда у нее было просто нарушение вообще понимания, что это ее реальность. Но так как она ее изменить не могла, у нее сложился защитный механизм, она просто перестает что-либо понимать о себе, о том, правильно ли она считает или неправильно, права ли она, неправа, постоянное чувство вины, иррациональный. В результате, кроме того, что проблемы с социально-экономическим порядком, у женщин абсолютная зависимость и разрушение самооценки, и они держатся любой ценой за вот этого персонажа, потому что им кажется, что они не выдержат. На самом деле, действительно, начинать надо с экономической, социальной политики, чтобы у женщины были точки опоры, если она сталкивается с таким персонажем, чтобы она могла получить поддержку и выйти из этих отношений. Это самая главная помощь, которую мы можем оказать. Ну, друзья мои, вот давайте себе представим, экономическое насилие, да, если эти нормы не прописаны, да, когда мы с вами сейчас возьмем и представим себе, что, так сказать, доведение человека до голодной смерти, когда ему не дают денег и не кормят его, наверное, ну, конечно, это экономическое насилие, а когда ты ребенку не покупаешь, значит, смартфон, который он требует, новой модели, наверное, это просто, как бы сказать, обычная родительская забота, потому что детям не все нужно, то, что они хотят. Один ребенок очень завидовал дедушке, у которого была вставная челюсть, да, и он думал, как бы мне такую вставную челюсть приобрести, но она не нужна ему, но ему она так нравилась. Это детские образы детских, не сформировавшихся каких-то желаний, которые отсекают родители, это их право и это их обязанность воспитывать ребенка и прививать ему навыки взрослой жизни. Поэтому экономическое насилие – это еще один, значит, такой, ну, скажем так, подведенный взрывчатка под взаимоотношения родителей и детей. Вот, потому что детей хотят научить жаловаться, качать свои права и, значит, всячески третировать своих родителей. Вот что сейчас произошло в нашей школе. Вы помните очерки бурсы, это наша старая школа, да, где детей иногда секли, ставили на горох, значит, да, там, ну, вот считалось, что, значит, это мы как-то вот, вот, ну, неважно, она воспитала многих великих людей, и вообще наша русская советская школа воспитала и подтверждена во всем мире как лучшая школа. Она заимствована Финляндии, заимствована Израилем, то есть, они ее модифицировали и теперь своих детей учат по нашей методике, да. А мы, вот, восприняв такой вот европейские формы, значит, начали ввели ЕГЭ, ОГЭ, и у нас падает уровень образования, падает, все падает. Филологический факультет МГУ принужден год доучивать старшеклассников, которые стали студентами, потому что они просто не владеют русским языком. Такого не было никогда в Советском Союзе, в России. То есть, уровень упал очень сильно, вот, поэтому, что тут сказать, нам нужно вспомнить все и сохранить то, что у нас осталось. Вот как, знаете, недавно коечный фонд уничтожался, а теперь его быстро наращивают. Оказывается, не все реформы нам нужны. Нужно жить своим умом и своим опытом. У нас он очень большой. То есть, я правильно понимаю, домашнее насилие, это не только конкретные физические действия, но и какое-то психологическое домашнее насилие. Могли бы вы чуть подробнее рассказать тогда о нефизическом домашнем насилии и кто зачастую является жертвой такого насилия? То есть, женщины, мужчины? Ну, психологическое насилие, это очень по-разному бывает, но психологическое насилие начинается с того, что человек, опять же, у него забирается его личная территория. Вот как раз запреты общаться с друзьями, запреты иметь свой круг, запреты общаться с родителями. То есть, полная экспансия на решение. То есть, человек не может распоряжаться своим временем, человек не может распоряжаться своими действиями. Если, например, едут отдыхать, то принимает решение только один человек. То же самое, бюджет, да, тоже такой объект, где вот это доминанты и власть очень себя проявляют. Один человек может тратить больше, другой вообще ничего не может тратить. И это как бы такие основы. Ну, банальный пример. Сначала вот это все, а потом перемещаются на личность. То есть, начинается постоянная критика, причем критика не конструктивная, не каких-то конкретных действий, да, а именно вот личности в целом. Ну, начинается с придирок по каждому поводу, что бы ни сделал человек, мужчина или женщина, все сделано не так. Не так лежат полотенца, не так выстроены чашки, не так убрано в комнате, не вовремя. У меня была история, когда мужчина устраивал дома драку, если когда он заходил домой, у него не были подогреты тапочки. И вот в таком положении, да, жена жила. Это факты жизни. То есть, когда он дома заходил, должны быть подогреты тапочки. И вот тут нужно понимать, что надо понять, когда он зайдет домой, надо, чтобы всегда тапочки были на готове и так далее. Вот. Или же не с тем лицом тебе накрывают стол. То есть, есть определенное лицо, с которым нужно накрывать стол. Опять же, тут тонкий момент, потому что есть женщины, которые накрывают стол с таким лицом всегда, что кушать не хочется. Поэтому это тоже, ну, всегда нужно следовать системно. Но все-таки, женщина родила ребенка, начинают говорить, ты толстая, ты страшная, ты некрасивая, я тебя не хочу. Это то, что очень часто происходит. Давай, делай, что хочешь, худей. После чего женщина начинает истерически ненавидеть себя, у нее пропадает молоко, у нее начинается депрессия и так далее. Ты некрасивая. Или, например, если постарше, ты старая, посмотри, сколько других красивых. Я не знаю, зачем мне с тобой быть рядом. Еще одна форма насилия – это угроза уходом. То есть, человек постоянно говорит, если ты не будешь делать так, как я хочу, то я уйду. Или просто, я не знаю, зачем мне все это нужно, я вот думаю, что я хочу уйти. И тогда партнер оказывается в режиме ожидания. Тоже может быть и мужчина, и женщина, но чаще все-таки мужчина. И вот постоянно сидит женщина и ждет, вообще будут дальше отношения или не будут отношения. Психологическое насилие – это когда человек не скрывает своих измен и, более того, ими бравирует. Когда оскорбляет родителей. Ну, этого насилия очень может быть много. Физический человек может, например, не разрушать человека, но при этом абсолютно разрушить человека изнутри. И тогда от человека мало что останется. И выходят люди из таких отношений, если они могут из них выйти, да, то потом приходится очень долго реабилитироваться. У нас есть замечательные из уголовного, помните, все говорят, бытовуха. Бытовуха. Значит, драки, значит, поножовщина, мордобой. Как правило, как правило, все это происходит на фоне алкоголизма. А если брать какого-то неадекватное поведение внутри семьи, здесь есть психиатрия, есть психологи, есть, как бы, есть более мягкие формы, так сказать, да, там, давайте поговорим с этим человеком, да. То есть, если это подросток, он проявляет агрессию, а вдруг это, значит, форма такого переходного возраста. У кого дети не проходили переходный возраст, переходный возраст, мы о нем забыли. А если мы, опять же, внесем туда полицейского в это, значит, наставление на повышенных тонах, то мы можем навсегда поссорить уже ребенка и родителя. То есть, опять же, кто-то воспримет это как предательство. Если ребенок вызовет полицейского, то мама скажет, ну, это Павлик Морозов, ну, мы его воспитали, это не наш сын, я не знаю. Он нас сольет, он, как бы, сказать, невменяемый, так сказать, да. Живи сам, сынок, тогда живи, как бы, сказать, да. Мы за тебя переживали, но ты вот с чем возможным нас предать. И наоборот, да, то есть, как может родитель жаловаться на своего ребенка, он его воспитал. Это его зеркало, это его, значит, система воспитания. Поэтому очень деликатная семья – это закрытый мир, в котором воспроизводится наше общество. Вы поддерживаете закон о борьбе с домашним насилием и почему? Я стопроцентно поддерживаю закон о домашнем насилии, потому что я считаю, что в нашей системе, к сожалению, огромное количество женщин, да, фактически становятся жертвами самых тяжких преступлений. И в этом смысле мы решаем две проблемы. Ну, во-первых, мы защищаем женщин, во-вторых, имея такой закон, мы в том числе и защищаем тех мужчин, которые не хотели бы быть насильниками, но вседозволенность и их нервная система, их темперамент их делает таковыми. И вот если будет закон все-таки и будет вот эта вот невозможность обойти, я думаю, что многие мужчины, не ядерные такие насильники, не такие, которые закоренелые, но многие мужчины, которые могут и не быть вот такими, да, агрессорами, они, конечно, поменяют свою стратегию поведения. Больные люди, да, с психическими заболеваниями люди, в тяжелой психопатии, законам мы вряд ли поправим, но поверьте мне, больший процент насилия совершают просто распущенные, абсолютно сами себя не умеющие контролировать антисоциальные личности, которые не боятся, что за это они понесут наказание. При этом они во внешней среде, вот это очень важный момент, они отрываются дома, когда двери закрыты, но во внешней среде это душки компаний. Чаще всего окружающие думают, что это идеальный брак и более того, жене часто говорят, тебе так повезло с мужем. На работе это образцовый сотрудник, которого и повышают, у него куча достижений. Вот поверьте мне, если такой закон будет принят, эти люди начнут бояться, что вот эти ситуации станут достоянием общественности, потому что они устанавливают таким образом свою власть дома, но они на самом деле вовне хотят быть просто звездами. Ну давайте пусть эти граждане выйдут из тени. Вот некоторые граждане, нам недавно говорили, что 14 тысяч изнасилованных женщин. Где они? Задаем мы вопрос себе. И опять статистика, официальная статистика МВД нам говорит совершенно другие. 200 или 300 человек убито в течение года. И причем там, как бы сказать, вот если эти цифры мы внутри, их самих мы разберем, то там опять же алкоголизм, значит, какие-то еще, так сказать, они не имеют отношения к этому, как они его назвали, потому что насилием домашним. Это последствия алкоголя. Нужны центры, конечно же, по оказанию помощи. Но там нужно принимать не женщин, а всех граждан. Гражданин должен иметь возможность в тяжелой ситуации прийти и попросить помощь. И здесь нет никакого противоречия, нет никакого домашнего насилия. Есть, так известно в народе, бытовуха, да, когда на фоне алкоголизма, наркомании возникают конфликты. Иногда с рукоприкладством, иногда с убийствами. Вот, статистика вся в Министерстве внутренних дел присутствует. Поэтому давайте пользоваться статистикой Министерства внутренних дел, не передергивать, не манипулировать статистикой и не приводить наших граждан в состояние невроза и шизофрении от того, что все кругом хотят их убить. Министерства внутренних дел